Смена сезонов обычно не обходится без обувного шопинга, так вот, чтобы вы не пожалели о сделанном выборе, несколько рекомендаций сегодня. Если ваша проблема, прямо скажем, размер ноги, она явно не как у Золушки, визуально уменьшить размер стопы поможет классический вариант туфеля с закругленным, внимание, не острым концом. Визуально поможет скорректировать размер в меньшую сторону и высокий каблук. Ходить в магазин с линейкой не зазорно. Чтобы ваши ноги в непогоду оставались сухими, проконтролируйте, чтобы молния от подошвы располагалась на расстоянии 3 сантиметра и не меньше. В противном случае даже на кожаной обуви змейка способна пропустить воду. К слову, чтобы ноги не замерзали, зимнюю обувь лучше выбирать из кожи крупного рогатого скота. Она обладает большей прочностью и жесткостью. Обувь из свиной кожи обладает теми же свойствами. Чтобы не спутать натуральную кожу с заменителем, вооружитесь следующим советом. Обратите внимание на изнанку, на срез. Если есть расщепление на мелкие волосинки, кожа натуральная. Если же на нитке – верный признак того, что искусственная. Не верьте продавцу, который уговаривает вас взять обувь в притык. Мех усядется, а кожа растянется. Это самое большое заблуждение. В зимней обуви не должно быть тесно. Большой палец не должен упираться в носок, а голенища сдавливать ногу. Ноги в такой обуви замерзают из-за недостатка движения. Однако не стоит брать ей обувь на размер больше. Нога в таких сапогах будет неустойчива, что может стать причиной падения. Чтобы уже на следующий день вы не пожалели о покупке и не отправились менять обновку, сетуя на маленький размер, занимайтесь обувным шопингом только после обеда, когда ноги немного отекут. Надеюсь, эти тонкости в выборе обуви окажутся не настолько тонкими, что вы забудете о них завтра. Цепкой вам памяти и хороших покупок! Редактор субтитров А.Семкин